Бродячие собаки уже давно стали проблемой Белгороднестровского. Об этом неоднократно говорили и писали. В стае можно заметить как в самом центре города, так и в спальных микрорайонах. Озабочены этой напастью и местные власти. 28 марта подписали меморандум о сотрудничестве с ООО «Четырелапы Украина». Организация «Четырелапы Украина» – это маленькая команда, которая состоит из ветеринаров, из ловцов, администратора и работника по уходу за бездомными животными. Мы приезжаем в город не для того, чтобы решить данную проблему, а для того, чтобы помочь городу в решении проблемы. Мы хотим научить гуманному методу стерилизации, как отлавливать животных. Мы готовы сотрудничать с зоозащитными организациями. В вашем городе со мной связалась Марта, не помню фамилию, с зоозащитной организацией, которые хотят предоставить свою помощь. Александра Лесчишина рассказала, что их организация работает в Украине с 2012 года, а сотрудники побывали уже в 26 городах. За это время стерилизовали более 15,5 тысяч животных. В Белгороднестровском, кроме горсоветов, в решении проблем с бродячими собаками будет участвовать и благотворительный фонд «Алыгинок возрождения». В договоре, который мы будем подписывать, также оговаривается, что город берет на себя проживание, питание сотрудников на протяжении проекта. И сегодня как раз представитель фонда «Алыгинок возрождения» меня уверил, что они берут на себя затраты, связанные с данными условиями. Что касается места, оно в данный момент подбирается, потому что есть несколько вариантов. Я после пресс-конференции поеду их смотреть и уже буду говорить больше предметно о самом проекте, потому что необходимо будет еще ряд условий выполнять. По словам Александра Лесчишина, для того, чтобы увидеть уменьшение популяции бродячих животных после стерилизации, необходимо несколько лет. Более того, нужно вести подсчет и отслеживать динамику изменений. Она также выразила надежду на то, что в Белгороднестровском найдутся люди, которые будут заниматься этим вопросом и далее. Со мной связывалась представитель организации, мы уже некоторые организационные вопросы действительно обсуждали. То есть они берут на себя ответственность, если дальше этот вопрос будет контролироваться городом или фондом возвращаться кем? Понимаете, что с моей стороны я вам сказала, что я передаю это и фонду, и городу, и организации. Приступить к работе организация планирует уже в ближайшее время. Как раз эти вопросы после подписания меморандума обсуждались с представителями горсовета. Так что если вы увидите на улицах города ветеринаров и зоозащитников, знайте, борьба с бродячими животными уже началась. А германцам остается надеяться, что она принесет свои плоды. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукенчук, Бессарабия ТВ.